Компания «Промкомплект» предлагает насосы, задвижки и клапаны, фланцы, отводы, вентили, термометры и манометры, люки канализационные, вентиляторы. «Промкомплект» – все для бесперебойной работы промышленных предприятий, качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1, телефон 75 15 85. Это наше время. С новостями четверга, 20 августа. Готовы поделиться мои коллеги и я, Мереке Ульманов. Здравствуйте. В Орске священника подозревают в педофилии. Об этом сегодня сообщают ряд интернет-изданий. По информации портала orsk.ru, мужчина вместе с воспитанником социально-реабилитационного центра пришел в одну из саун города и уединился в заранее снятом номере. Это произошло в прошлую субботу, 15 августа. Через некоторое время мальчик выбежал из сауны с криками о помощи. Сотрудники бани вызвали полицию и священнослужителя увезли в отделение. В региональном следственном комитете эту информацию пока никак не комментируют, ссылаясь на то, что в данный момент проводится проверка. Если новость подтвердится, то виновного лишат сана. Об этом уже заявил протеерей Орской епархии отец Сергий. Окончательно не можем поверить, что такое могло случиться в нашей епархии. Ну и в связи с тем, что, конечно, официального еще обвинения нет, мы не можем однозначно говорить, так это или не так. Для нас это вообще очень скорбная ситуация, потому что, по большому счету, это ляжет пятном на всю церковь. Если вина будет доказана, то он будет отвечать перед государством в церкви. Просто, конечно, сразу этот человек перестанет быть священником. Тем временем в Солилецке прошлой ночью 78 полицейских разыскивали 4-летнего ребенка. В дежурную часть городского отдела полиции позвонила жительница Москвы, которая приехала на соленку со своим маленьким сыном. Молодая женщина пояснила, что около двух часов ночи она оставила спящего ребенка дома и ушла в летнее кафе отдыхать. А когда вернулась, сына в кровати не обнаружила. По тревоге был поднят весь отдел полиции Солилецка. В ходе поиска стражи порядка нашли мальчика в соседнем доме. Оказалось, что малыш ночью проснулся и заплакал. Соседи зашли в дом, успокоили ребенка и забрали его к себе до возвращения родителей. На нерадивую мать полицейские составили протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Рубль продолжает падать. Сегодня утром торги на московской бирже открылись с ослабления российской валюты. Американский доллар показал новый квартальный максимум, превысив уровень 67 рублей. Евро также вырос, достигнув отметки в 74 рубля 75 копеек. И судьбу российского рубля вот-вот повторит и казахстанский тенге. Сегодня валюта соседнего государства рухнула по отношению к доллару сразу на 28%. Стремительная девальвация случилась после того, как казахстанскую валюту отпустили в свободное плавание. И если еще вчера 1 доллар стоил 198 тенге, то сегодня он подорожал до 257. Чем чреват «Черный четверг» Казахстана и отразится ли он на набирающем обороты сотрудничестве с Оренбуржием, разбиралась Екатерина Киселева. В Оренбург из Октябинска Анара прибыла ради своей трехкомнатной квартиры. Вне ремонт в самом разгаре. Прибыла не одна, а со всеми сбережениями. Накануне переведенными из тенге в рубли. До тревожных новостей она успела пробежаться по местным магазинам и запастись почти всеми стройматериалами. Здесь будет намного дешевле, и выбор здесь, ассортимент у вас намного больше. И напольные покрытия, и двери межкомнатные, и входные, и все. Здесь намного дешевле. Дешевле было до сегодняшнего дня. Но тенге отпустили в свободное плавание, и он, что ожидаемо, не поплыл, а скорее нырнул. По отношению к доллару казахская валюта рухнула сразу на 26%. И если вчера один зеленый стоил еще 180 тенге, то сегодня подорожал до 258. Не усидел на месте и рубль. Для меня хороший плюс в том, что я успела его тогда купить за 2,90. А сейчас он уже 4 стал. Не покидай кошелька Нары, эти желтые купюры, если не превратились в фантики, то существенно обмельчали. Вчера на 1000 тенге можно было купить 300 рублей, сегодня 250. И те, кого такое положение вещей радует в меньшинстве. В соседнем государстве сегодня к обеду закрылись все обменники и магазины бытовой техники. Знакомая ситуация, не правда ли? Отразится ли оглушительное падение тенге на стремительно теплеющих отношениях Казахстана и Оренбуржья? Андрей Саблин констатирует, уже отразилось. Тесные и выгодные обеим сторонам связи с соседями он выстраивал два года. Сейчас над серьезными проектами сгустились мрачные тучи. Крутически на 20 тысяч тенге разница. То есть, и вот сейчас принимаем вопрос, состоится ли это мероприятие вообще. Потому что сдирать цены в тенге уже просто нереально. А работать по тому курсу, ну, собственно говоря, мероприятие может не окупиться. Но нет хода без добра. Если после декабрьского падения рубля к нам потянулись целые караваны из Казахстана, которые сметали авто и недвижимость, теперь поживиться соседскими богатствами сможем мы. Правда, перечень их куда скромнее. В скудных списках товары сельхозпроизводителей, алкоголь до сладости. Казахстан всегда был одним из крупнейших производителей муки на территории СНГ. И, соответственно, у них есть все шансы на то, чтобы восстановить это производство. Потому что многие предприятия были закрыты в связи с тем, что курс рубля был неконкурентно способен для внутренних производителей рынка. В настоящий момент ситуация отыгрывается назад. Теперь, скорее всего, некоторые товары в массовом порядке будут поступать в Россию. С территории Казахстана. А вот кто затаскует по гостям из соседнего государства и больше всех остальных, так это автосалоны, гипермаркеты стройматериалов и риэлторы. Ведь сразу после кризиса многие из них устояли на ногах именно благодаря покупателям из Казахстана. Екатерина Киселева, Станислав Доминов. Еще с тем дня очередное коммунальное ЧП произошло сегодня утром на улице Орлова. Там, в районе 11-го дома, под землей прорвало водопроводную трубу. В поисках утечки специалисты Оренбург-водоканала раскопали проезжую часть, из-за чего движение по Орлово было полностью парализовано. Аварию на водопроводе удалось ликвидировать только через несколько часов. Пока мы сейчас не отключаем, ничего не делаем. Сегодня мы должны непосредственно закончить и завершить работу до конца рабочего дня. Подключений пока никаких там не будет, но не планируется. Сейчас о кадровых перестановках. Временно исполнять обязанности министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства области будет Алексей Кузьмин. Прежний руководитель ведомства Сергей Домников, как мы сообщали накануне, покинул свой пост по собственному желанию. Информацию об этом сегодня официально подтвердили в региональном правительстве. Указ об отставке Домникова уже подписал губернатор. Школа, которая не откроется 1 сентября. В Сорочинске в строительство учебного заведения в 2012 году вложили порядка 200 миллионов бюджетных рублей, но спустя несколько лет школу так и не открыли. Запуск образовательного учреждения на 750 детей откладывали уже не раз, а в конце июля стало известно, что строители вообще покинули школу. И теперь трехэтажное здание рискует превратиться в очередной долгострой. Оно уже поросло травой и начало осыпаться. Ольга Патрушева сегодня побывала в Сорочинске и выяснила, как шло злосчастное строительство и как на все это смотрят местные жители, которым еще недавно обещали, что школа будет сдана в срок. На самом деле застраивать это место начали не в 2012 году, а гораздо раньше. Котлован под будущий фундамент появился здесь примерно 15 лет назад. Местные терялись в догадках, что строят. Выдвигали версии спортивная школа, школа искусств, но большинство все же склонялось к тому, что здесь появится общеобразовательная школа. Она должна была стать одной из первых, кто бы перешагнул порог новой школы. В начале нулевых Ульяна всерьез верила, стоит немного подождать, и здесь все будет готово. Все прекратилось. Мы надеялись, что школа очень быстро построится, что мы сами, может быть, наши младшие сестры будут ходить сюда в школу. Ожидание затянулось настолько, что у нее уже двое детей. Старшая рассчитывала мама, но уж точно должен стать учеником новой школы. В этом году Антон закончил первый класс. Между тем, здесь до сих пор закрыты двери. Учительница нам сказала, что пока мы не знаем, где мы будем учиться. В старой школе, в новой школе. Но до сих пор, как видно, мы пойдем опять в старую школу, во второй класс уже. На вопрос, почему работа встала, не могут ответить и в администрации. На новую школу там очень рассчитывали. Ведь в этом районе учреждение должно было появиться не случайно. Строились главной целью разгрузить школу рядом. Переполнено. Там обучается 900 с лишним учащихся. Мы знаем, что сейчас по требованиям законодательства школы должны обучаться в одну смену. Первая страница газеты «Сорочинский вестник» за 2013 год. Главная тема выпуска в строящейся школе заканчивает возводить последний третий этаж. Редактор вспоминает, тогда и сомнений не было. Вскоре последует новость и о торжественном открытии. Уже в 2014 году мы писали о том, что строительство идет, идет, на контроле, строит и строит, строит и строит. И люди по-прежнему ждали. В 2014 и 2015 годах в Сорочинск зачастили областные чиновники. Но отнюдь не для того, чтобы перерезать ленточку. О строящейся школе говорили в закрытых кабинетах. А журналистов уверяли, что все хорошо. Но теперь и они понимают, не все так гладко. Я не думаю, что это зависит от местных властей или муниципалитета. От кого это зависит, становится понятно, если приглядеться вот к этому фото. На нем информация о заказчике и подрядной организации. В первом случае это государственное учреждение жилищного, коммунального и социального строительства. Во втором – Оренбург, облгражданстрой. Знакомые фамилии на плакате «Зиганшин АЭМ», опальный чиновник, которого обвиняют в коррупции, директор подрядной организации, депутат ЗАГСОБА Александр Коньков. Кстати, этого баннера на стройке сейчас нет. Фото успели сделать представители Общероссийского народного фронта. Когда мы направили запрос и получили ответ, ответ у нас, конечно, поверг в шок. 29.07.2015 года с обоюдного согласия контракт на строительство, за завершение строительства данной школы был расторгнут. Выходит, подрядчик, не доведя дело до конца, просто сложил свои инструменты и молча покинул место стройки. А заказчик с этим согласился и даже не потребовал неустойку. Попытавшись разобраться в ситуации, эксперт не увидел логики, ведь здание почти достроено. Из 200 миллионов неосвоенными остались лишь 9. Это буквально благоустройство двора. Единственная причина указывается, это многочисленные допущенные ошибки в проектной документации. Сразу вызывает вопрос, как проходила госэкспертиза. Она была и в 2011 в проект даже внесли корректировки. Изначально школу строили с расчетом на 864 ученика, затем переправили на 750. Опять же, когда они подавали свое согласие на участие в процедурной части, они в своей заявке четко указывали, что мы согласны со всеми условиями. Что случилось на самом деле пока неизвестно. Возможно, финансовый кризис, а возможно, проблема с фундаментом, которому более 10 лет. Впрочем, копаться в причинах местные больше не собираются. Уверены, новой школы, несмотря на обещания, в этом году уже не будет. Ольга Патруша, Дмитрий Примачек, «Наше время». Сегодня мы не раз обращались за комментарием в учреждения жилищного, коммунального и социального строительства области, а также в компанию «Оренбург-Облгражданстрой», которая и возводила школу в Сорочинске. Однако добиться ответа на вопрос, почему учебные заведения так и не сдали, ни от чиновников, ни от строителей, так и не получилось. К другим темам. Как поиски съемной квартиры привели к судебным разбирательствам? К нам в редакцию обратилась жительница Оренбурга Юлия Елаева. В начале июня в одном из агентств недвижимости города девушки пообещали найти жилье в аренду. Риэлтор взяла деньги, но на деле ничем не помогла. Тогда Юлия обратилась в суд за возмещением материального ущерба, но директор агентства просто не явилась на заседание. А после и вовсе нахамила девушки прямо в своем офисе. Как защититься от нечистоплотных риэлторов и сохранить свои кровные? Разбирался Виталий Сапожников. Откройте полиция. Но двери офиса агентства недвижимости «Инфинити» плотно закрыты. И даже сотрудники полиции не в силах что-то сделать. Оренбурженка Юлия обратилась сюда в начале лета в поисках съемной квартиры в центре города. Не проблема, ответила директор. Заключили договор. Изначально, то есть перед заключением договора, мы спросили возможности снять однокомнатную квартиру в центре. В пределах 10 тысяч рублей, видно, что Мария ответила положительно «да». Естественно, мы найдем. Сразу дала несколько номеров, мы начали звонить. Вот только ни один из номеров не подошел под описанные Юлии параметры. То квартира на окраине, то цена высокая, а то и вовсе жилье уже давно сдали или наоборот не собирались сдавать. Самое интересное, я столкнулась с несколькими номерами, когда меня тоже, мягко выражаясь, послали, сказали, что мы никакого агентства не обращались. После безуспешных и уже бессмысленных поисков Юлия предложила директору агентства расторгнуть договор и вернуть деньги. Та отказалась. Я обратилась в суд. Сегодня Мария не явилась. Я пришла, чтобы повторно вручить ей повестку, но как бы повестку у нас осталась кинула. Сказала, что ничего подписок не будет. Потом сказала выйти из офиса, иначе я применю физическую силу. И потом начала инцентурно выражаться. Вместе с участковым мы безуспешно пытались достучаться в офис организации. А Юлия написала заявление об оскорблении чести и достоинства. Директор агентства, между тем, писала смс. У тебя есть видеозапись, как я у тебя брала деньги? Нету. До свидания. Ответ мой. К услугам агентств недвижимости в поисках жилья прибегают многие. В интернете десятки сайтов обещают свои, как правило, информационные услуги по поиску жилья. Быстро и надежно. Договор заключается. Потом я вам диктую номера, адреса и стоимость жилья. А какова вероятность, что действительно получится мне заехать? Да сто процентов. То же самое когда-то говорили и Юлии, да и, пожалуй, еще многим. Чтобы не потерять деньги, главное, по словам юристов, внимательно составлять договор с агентством, обращая внимание на детали. Если в договоре оговорена конкретная локализация и конкретные условия предоставления услуги, то есть, допустим, центральный район, однокомнатная квартира, цена не выше, допустим, 12 тысяч рублей, частично мобилированная, то, естественно, если это в договоре прописано и оговорено, само собой, то есть агентство обязано дать номера, соответствующие этим критериям, и лицо, звоня по этим номерам, должно получать именно такую информацию. Если же, конечно, большая часть предоставленных номеров таким критериям не отвечает, либо, соответственно, вообще выключены, либо по ним не оказываются такие услуги, то это прямой обман, и потребитель вправе потребовать возврат денег. Вот только до конца, то есть в суд, идет далеко не каждый. Суммы агентства берут относительно небольшие, и если есть обман, то одни только судебные сдержки обойдутся дороже. Виталий Сапожников, Станислав Доминов, Вадим Нечаев. Наше время. Выпускники будут писать перед сдачей ЕГЭ специальную контрольную по математике. Новые испытания в Оренбуржье введут для того, чтобы оценить уровень знаний учащихся по точной науке. Об этом было заявлено на августовском совещании, которое накануне прошло в Орске. Не менее важным событием для педагогов стала встреча с министром образования и науки России Дмитрием Ливановым. Столичный гость оценил готовность региона к новому учебному году, а также сделал ряд громких заявлений, многие из которых педагоги встретили аплодисментами, так как эти заявления должны значительно упростить работу наших учителей. О том, что ждет образование в новом учебном году, услышали Екатерина Волкова и Владимир Семенов. Этот год для Орского образования выдался более чем удачным. Разрешились давние проблемы. На их решение было выделено десятки миллионов рублей. И как результат, отремонтированные школы, детские сады, появились новые здания. А на старались так, что теперь шестая Орская школа стала одной из самых лучших и передовых. На ее преображение понадобилось два года и более 90 миллионов рублей. Министру образования и науки России Дмитрию Ливанову показали, как и на чем будут учиться орские ученики. Возможности без ограничения. Здесь имеется интерактивная доска, все места укомплектованы. В общем-то, кабинет информатики готов. Я думаю, школа будет пытаться. Затем открыли новый детский сад, а после посмотрели на быт воспитанников детского дома. Условия на самом высоком уровне. Особая гордость – аллея звезд. Вернее, количество посаженных деревьев знаменитостями страны. Нарушать традицию не стала министр Ливанов. Теперь расти здесь будет и его липа сердцевидная. Для совершенствования системы образования предстоит еще много работы. А чтобы на учебе было все сосредоточено, Дмитрий Ливанов решил избавить педагогов от бумажной волокиты, о чем сообщил уже на пленарном заседании. Конечные проверки, запросы, указания, конечно, отвлекают от педагогов и руководителей образовательных организаций, от их основных задач, от их основной работы. По оценкам знаний, результатам ЕГЭ Оренбуржии находится в стране на пятом месте. Чтобы и впредь мы были лидерами, Юрий Берг готов всячески стимулировать педагогов. Обещаю вам, что эта работа будет продолжаться и совершенствоваться, а ваши успехи не останутся без внимания и поощрения. По всем основным показателям, Оренбургская область, по мнению министра Ливанова, соответствует среднероссийскому уровню и даже превышает его. Решены основные проблемы. Как пример, доступность дошкольного образования. Очередей от трех до семи лет в регионе больше нет. Сейчас, я так понимаю, у Юрия Александровича и его коллег задача и для младших дошкольников до трех лет сделать так, чтобы каждый из них мог получить место в детском саду. Система образования очень активно развивается, и я думаю, что вот это главный результат моего визита сюда. Екатерина Волкова, Владимир Семенов. Наше время. Открытие кинофестиваля «Восток-запад. Классика и авангард» в этом году пройдет на Беловке. Об этом и других культурных событиях этой осени сегодня рассказала Евгения Шевченко, министр культуры и внешних связей. Уже в конце августа в Оренбург с гастролями прибудет театр на Малой Бронной. Визиту столичных гостей не помешает смерть Льва Дурова, прослужившего в этом театре почти всю жизнь. Как известно, народный артист скончался сегодня. В сентябре состоится открытие 170-го юбилейного театрального сезона в областном драматическом театре. А уже традиционный кинофестиваль «Восток-запад. Классика и авангард» пройдет не в дождливом октябре, как обычно, а в начале сентября. На нынешнем фестивале решено немного изменить программу. Вместо 31 ленты киноманам покажут 56 фильмов. Картины продемонстрируют в кинотеатрах «Космос» и «Сокол». И впервые в парке «Салют Победа». Кино будет демонстрироваться не как вот сейчас там на проекторе, да, с учетом того, что уже там поздно, остается немного людей, а будет демонстрироваться с помощью современной кинопередвижки. Это оборудование, которое есть у нашего государственного предприятия «Гупа Балкино-Видео». Они ее туда выставят, постарают защитить там от проявлений тоже природы, но будет вот с помощью него будет демонстрироваться эти фильмы. Кроме этого, в областном центре по традиции пройдут джаз-фестиваль, филармонические сезоны и многое-многое другое. Так что оренбуржцам грустить точно не придется. И Оренбург начал наряжаться к своему дню рождения. На улицах областного центра уже появились праздничные растяжки и билборды. Торжества по случаю Дня города стартуют уже через неделю и продлятся до начала сентября. Но основные праздничные гуляния, конечно, развернутся в субботу 29 августа. Как Оренбург отметит свой 272-й день рождения, знает Иван Бер. Несмотря на то, что дата у Оренбурга не юбилейная, отметить 272-ю годовщину в городской администрации планируют с размахом. Фасады некоторых оренбургских зданий обещают к празднику реконструировать, а улицы благоустроить и художественно оформить. Должна сказать, предусмотрено праздничное оформление улиц города, праздничное оформление фасадов зданий, предприятий, организаций города Оренбурга. Безусловно, запланирована отдельная программа по благоустройству парков, скверов, садов. Программу праздничных мероприятий вы сейчас видите на своих экранах. Самый пик торжества придется на субботу 29 августа. С 10 утра оренбуржцы смогут посетить праздник цветов у администрации Южного округа, поучаствовать в выставке ярмарки местных производителей, послушать духовой оркестр и многое другое. А завершится день рождения областного центра на площади Ленина выступлением Веры Брежневой, после чего горожане увидят традиционный салют. Мы уже на протяжении последних лет уходим от каких-либо закрытых мероприятий с ограниченным количеством участников. Мы уходим от билетного прохода на то или иное мероприятие. То есть у нас свободный доступ на наши главные городские мероприятия. На время торжественных мероприятий некоторые из городских улиц будут перекрыты, о чем горожан обещают оповестить заранее. Впрочем, в администрации заверяют, трудностей с передвижением по городу не возникнет. Поручено постановлением разработать схему движения на этот момент, чтобы наши горожане в любом случае могли попасть в нужное место, в нужное время, но немножечко другими маршрутами. Праздничный день 29 августа. Муниципальный транспорт будет работать до часа ночи. Поэтому оренбуржцы после праздничного концерта без особого труда смогут вернуться в свои дома. Иван Берф, Владимир Семенов. Наше время. В регистрации отказано, но политическая жизнь не прекратилась. Сегодня в Оренбурге за круглым столом собрались те, кто хотел идти на выборы в городской совет, но не смог. Их попросту не зарегистрировали. Причина разная, но от выборов теперь уже экс-кандидаты отказываться не собираются. Юрий Мишенин, подробнее. За одним столом разные политические силы. Представители крупных партий и партий новичков, самовыдвиженцы. Всех объединил один вопрос. Они хотели идти на выборы, но не смогли. Их не зарегистрировали в кандидаты. Причины разные, но, как считают участники круглого стола, не такие уж и серьезные, чтобы снимать их с выборов. Каждый сегодня поведал о своем опыте общения с избирательными комиссиями. У каждого есть что рассказать, а всем им есть чему поучиться, дабы не наступить на те же грабли на выборах будущих. Но и в нынешних выборах они еще будут участвовать. За этих людей при сборе подписей отдали свои голоса часть жителей города Оренбурга. Поэтому, на мой взгляд, долг человека, который действительно был полон желанием стать депутатом, продолжить свою борьбу, продолжить именно в том направлении, в котором мы сегодня предложим это сделать. А именно, мы предложим кандидатам в депутаты стать членами избирательных комиссий с правом совещательного голоса и быть наблюдателями на следующих выборах. И я тогда уверен, что ни один голос человека, который придет на выборах, не будет украден. Причем каждый теперь уже экс-кандидат будет работать наблюдателем на участке, где хотел бороться за мандат депутата. Проект направлен на обеспечение открытости и прозрачности власти и реализацию конституционного права граждан на участие в выборах. К слову, опыт Оренбурга по проведению таких круглых столов уже оценили. И буквально на следующей неделе подобные мероприятия пройдут уже по всей России. Юрий Мишинин, Вадим Нечаев. Наше время. И в заключение информации от городских электрических сетей. Завтра жители некоторых районов Оренбурга останутся без электроэнергии. Причина – плановые ремонтные работы. Отключение, возможно, и в пригороде. Название улиц, где не будет электричества, вы видите на своих экранах. Уточнить их можно по телефону 56 83 38 либо 98 48 48. Далее наш выпуск продолжит прогноз погоды на завтра. У меня же на сегодня все. Всего вам доброго и удачного завершения рабочей недели. Компания «Промкомплект» предлагает насосные станции, системы водоочистки, краны шаровые, циркуляционные насосы, термоманометры, счетчики бытовые, трубы и фитинги полипропиленовые. «Промкомплект» – все для водоснабжения и отопления в доме. Качественно и по разумным ценам. «Промкомплект» – монтажников 1. Телефон 75 15 85. «Промкомплект» «Промкомплект» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова